так и снова здравствуйте хотел показать вам немножко весенний лес когда все тает снег стал грязный здесь даже сейчас наверно не поездишь здесь лыжня была в общем не хотел записывать сегодня ничего как-то так уже слишком много но меня натолкнула повергла двинула на это действовать то что эпизод увидел по т.в. есть программа наши где там рассказывают о судьбах людей связанные со спецоперацией например ну не знаю там наверное еще кто там у нас понятно что все-таки со спецоперацией рассказывали такую интересную штуку я себя покажу кстати надо наверное немножко показывать свой фейс фейс контрол в общем фейс контрол прошел все послано куда там куда смартфоны там все посылают но это неважно в общем показывали историю человека прям с большой с большой буквы я бы назвал этого человека военный то есть я все не слышал всю историю то есть насколько я понял он до этого служил в армии потому что ну и в общем уехал на и своего на спецоперацию добровольцем то есть его там где-то он обучался перед этим в центре спецназа видимо он до этого служил спецназе такой мужичок такой нормально вообще такой крепенький достаточно такой прям типичный военный и меня прям поразили вот эти кадры ну в общем ему оторвало ногу в итоге дроном там во время какой-то зачистки и в общем он показывают эти сообщения пишет своей жене у него там жена дети там по моему как минимум 2 может быть и больше и он не пишет сообщение так и так у меня оторвало ногу я не хочу ничем тебя как бы как сказать не хочу быть нагрузкой но что-то такое такого типа что если ты ну если мы расходимся то есть я все пойму и чё там прям не знаю немножко аж до слез женщина несется к нему туда в госпиталь с детьми со всеми едет и помогает ему там восстанавливаться тот показывает прям так подкачивается на на руке держась там за кровать верхнюю какую-то там часть это верхнюю штангу у человека совсем другое вот мир восприятия того то этого мужика то то есть прям как сказать то представьте тебе оторвало ногу ты лежишь в госпитале тебя допустим бросает жена и после этого там да там такой депрессняк наверно будет здесь наоборот тебе приезжает жена тебя все любят на тебя поддерживать дети там что-то устраиваем какие-то праздники там такая мотивационная штука то есть и он пришел в студию когда его показывают вообще такой нормальный мужик нормальный мужик с нормальными эмоциями нормальную прям и не скажешь что у него там ноги нет ну видимо с протезом как-то вот 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 это важно семьи меня немножко прям удивило это какая-то утопическая такая картинка потому что потому что чё меня вообще на этот спич толкнуло то вот такой сейчас лес потому что я опять вот сравниваю ну то есть здесь речь о некоторых ценностях ну здесь два плана которые я увидел первый план это то что мужик вот этот он все-таки сделал определенный выбор потому что представьте вот у человека семья дети то есть о семье надо заботиться ее там деньги зарабатывать и так далее все делать там и с другой стороны вот эта спецоперация которую он понимает почему она происходит что она очень важна для будущего россии то есть и он делает свое решение такое осознанное такое понятно что непростое поехать на эту спецоперацию там же могут убить то есть едет он туда я понимаю почему потому что понятно если ты служил допустим в армии ты какой-то вот военный то есть военные они допустим служит в армии в мирное время получают деньги за ниже не производят для экономики ничего для такой потребительской для развития экономики вы по сути такое армия это такой не ну нет там конечно есть эффекты развитие в пк и все вокруг что вы пока но по сути это такой не дающий для экономики страны как вот такие какой-то потребительский чисто потребительский ресурс понятно что он обеспечивает другие вещи там безопасность и так далее в том числе кстати экономическую но то есть в мирное время понятно человек получает деньги а затем военное время он считает своим долгом находиться на передовой и защищать родину но есть такой очень такое не знаю такое то есть чувство долга определенного это опять же к ценностям это ко второму плану на который я обратил внимание ну то есть очень вот у меня очень уважительное отношение к этому человеку потому что это не человек который без чести без каких-то этических правил жестких таких вот категорического императива в хорошем смысле а человек который как раз человек долго причем видно что может такой ну как сказать настоящий мужчина то есть который может принять решение он уехал от жены тайком сказал что там что-то помогать кому-то ремонтировать какую-то крышу и уехал и исчез ну то есть это конечно с одной стороны плохо конечно потому что все таки с женой то такие вещи другой как я понял она просто его бы не отпустила и он как то как он сказал слова отмазал как отмазаться от жены но как бы такое мужское настоящее решение то есть человек собрался понятно что семья семья хорошая естественно потому что у себя приехал его на ноги ставил там я думаю большое-большой процент его таком нормальном восстановление это было именно поддержкой именно семьи это вот к семейным ценностям хорошим семейным ценностям настоящим традиционным каким-то таким когда семья это все-таки твой оплот вот твоя база а не просто там получение бабла там не знаю все эти связи получение власти контроля то есть это уже когда у человека все ложится на это ну то есть понятно опять же не ради там страны а ради там своих странных эгоистических непонятных ценностей так это уже кстати про второй план говорю ну в общем да еще он когда рассказывал он объяснял что я в общем-то знал что и своего будет ну то есть это было видно все что там происходит а там шло обострение все хуже и хуже и хуже я вот абсолютно согласен с этим мужиком спецоперация должна была быть несколько лет до этого уже ну так другое дело что там понятно что наверху то виднее там же все планируют планировали какие-то какое-то развитие базу готовили там экономику как-то адаптировали определенным образом насколько я понимаю то сейчас мы можем это видеть по количеству снарядов сколько выпускается и ракет там фессимистические взгляды что у нас ракет не хватит как это не хватит смотри что происходит а вот эти фабы которые 500 1500 3000 сейчас будут как бы ясно что все эти годы россия готовилась к этой войне то есть ее оттягивали прям до до прям до крайнего срока прям до конца до прям все это очевидно это видно просто то есть ее оттягивали даже более чем нужно если кто-то обвиняет путина в том что развязал войну войну развязал он не путин абсолютно ясно те кто следили за тем как все это происходило могут все это хорошо знать интересная штука на дереве в общем согласен с мужиком то есть он явно такой не дурак человек долго и так далее повреждено не второй аспект то есть позавидовал я вот такой вот семье настоящий жена там все для него и он настоящему настоящий мужчина скажем так который повел себя по мужски и потом получил то есть так так как и должно быть в семье вообще говоря когда женщина она то есть вот несмотря на все эти странности западные западные изверты ценностей никогда там феминизм и никогда там женщина там управляет семьей когда традиционно какие-то ценности мужчина занимается мужским делом защита семьи защита государства это так и самая мужская работа основной то деле обеспечение семьи забота о детях процветания какой-то базе там не знаю в жизни я имею в экономике этого ну семья все таки наверное это как раз традиционно женская такая лучшая работа но это так ну понятно что там женщина еще многие работы при этом может занимать там учитель и так далее бухгалтеры всякие так ну 2 2 план которые я здесь вижу это именно вот это ценностный план ценностный срез потому что если брать этот срез который был в девяностых тысячных там в начале десятых годов то есть вот я просто помню это очень хорошо сам 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 это хорошо помню это не то что я допустим начитываю не вот я когда все это видел вот после советского союза краты вырос там советском союзе там ценность человека и так далее здесь видишь ценность здесь было то в чем то есть побольше захапать побольше наворовать захапать там не знаю легально нелегально то есть в 90-х там все отжимали там люди с лучшими этическими установками и убийство происходили я это как бы знаю потому что люди мне это рассказывали которые в те в те годы видели что происходит там как за ваучеры там как отжимали заводы и так далее в общем вот и вот эти ценности которые были последние 30 лет скажем так 25 это были ценности это западные либеральные ценности которые были активно внедрялись в россию на волне от этого хайпа либерализм свобода запад это это супер цивилизация которой нужно доверять это сейчас вот идет такое большое осмысление уже за эти два года очень много переосмыслено они кстати пожар был смотрю черное деревце давно так в общем и просто я мне не нравилась вся эта идеология западная там ты там большой компании работаешь ты там как-то но был как то есть как бы ты там молодец успешный и так далее какие-то человеческие ценности человеческие качества они там были на каком-то втором плане а допустим чувство долга чувство семьи вот эти вот чувство взаимопомощи это это вот ценности из другого мира скажем так это ценности которые как раз в советском союзе и создавались в нем как сказать то пестовались скажем так и люди были готовы и люди именно на этих ценностях победили во второй мировой войне если что советские люди и как бы поэтому большая разница то есть и свой сделала такую огромную вот работа сейчас происходит во время своего именно в российском обществе когда вся вот это вот мразь мразута она как-то отъехала куда-то там такие вещи зачем вот тоже такие вещи говорить потом про россию там сколько этих интервью известно то вещей начиная с той же пугачевой ну это недавно высказалась тоже сквенчится то есть вообще уродство какое-то вот эти люди они вот здесь у нас шиковали жили как хотели и после этого они все такие вещи говорят про россию про русский народ простите давайте пусть это маразота вся туда на запад смотрится действительно наше общество немножко оздоровится понятно что ты не можешь вот такое глобальное оздоровление произвести ну она она естественным путем происходит я просто видел я вы просто все эти два года наблюдаю то есть вот сейчас уже видно что общество прям явно поменялось и продолжает свои изменения вот именно такие ценностные когда люди начинают уже немножко по-другому видеть и запад и кто такой человек нужно нужно переосмыслить и вернуться к тому что такой человек и что такое вообще российский человек россия и россияне это важная самом деле работа потому что в будущем мире который будет уже он не будет таким глобальным он будет там как минимум два больших две больших цивилизации будет в одной из этих цивилизаций будет конечно же россия а и же с ними западные все эти страны это будет другая цивилизация она и она не будет уже такой богатой потому что друг другая цивилизация вторая которая вот на других ценностях будет немножко базироваться понятно что да никто никто не умаляет важности там предпринимательства активности способности вот этих всех никто их не умаляет но вот доля человеческих ценностей традиционных они же не просто так складывались то веками понятно что общество изменилось я смотришь вот на вот этих людей молодых со смартфонами ну вот это так тупо извините идет по улице ничего не видит смотреть противно честно говоря тысяч чем демонстрирует открыто свое неуважение ко всем допустим мне вот интересно просто люди это понимают хреник а это так и есть когда ты не хочешь никого видеть идешь смартфоне вот это люди которые воспитывают воспитывались таким вот воспитывались сейчас вот этими всякими ципсо и каналами всякими телеграммными более того я недавно вот университете я шокирован был сидел напротив моей двери такой бородатый студент я реально потом у меня такая злость была опять же университете ты же не будешь там конфликт создавать сидит там что-то так вальяжно там выдрепывается и такой говорит видишь шутки конечно типы да я у час пойду там за сколько-то там тысяч теракт устрою счет такую я вот реально разозлился хотелось подойти это как бы взять за шкирку выкинуть оттуда ну понимаете ты этого не можешь сделать университете потому что понятно это будет ты не можешь это сделать на улице там где-то другом месте хотя это конечно нельзя так делать потому что есть все-таки уголовный кодекс да он в общем-то и не такой был слабый на вид вот такая шутка идиотическая прям в шоке был так же себя останавливая чтобы не подойти ему там и не поставить его на место потому соответственно может создаться какая-то проблема вплоть до силового конфликта потому что вот теракт в крокусе был совершен вот когда он у молодежи то студент университета понимаете как я понял смехматом я такой вот хочу в голове вот в этой тупой голове таких вот студентов замусоренной этими телеграм-каналами всякими странными и так далее то есть соцсетями то есть ценности у человека очевидно какие-то такие совсем либеральные поэтому сегодня такой получился длинный длинный уже смотрю 19 минут длинный длинный спич у меня получился на фоне на фоне грязного но весеннего тающего леса и все таки и не знаю утопическую картинку просто увидел вот когда такие вещи видишь то есть в россии начинаешь все больше верить все таки что страна станет все таки не знаю страной сильной великой великой державой и так далее и люди будут гордиться и своей страной и собой что они все таки люди они просто вот как это крохоборы и так далее так ну всем до свидания все пока